А какой твой любимый запах? Снятый по мотивам романа Патрига Зюзкинда «Парфюмер». Что интересно, та же студия, что сейчас выпустила сериал, ранее в 2006 году выпустила и фильм «Парфюмер. История одного убийцы». Все по тому же Зюзкинду. Признаюсь, да, фильм я смотрел, а вот до романа и не добрался, да и если честно, не горю особым желанием. И я одному сказать точно, что у фильма и сериала есть свои различия, на которые есть своя причина, о которой чуть позже. Для начала действия сериала происходят не во Франции 18 века, а в наши дни в Германии. Хотя порой пейзажи там такие грязные и непримечательные, что можно подумать, что сериал снимался в России. Главные герои у нас шесть друзей-выходцев из школы-интерната, которых объединяет одна особенность. Они мутанты. Ну ладно, не мутанты в марвеловском понимании, а просто шесть людей, способных чувствовать все тончайшие ароматы и запахи окружающие их. Ну и конечно у ребят появляется идея фикс, а именно создать идеальный запах, способный подчинять себе людей. Само собой начинаются эксперименты, опыты и не всегда в пределах закона. Спустя много лет после выпуска из школы друзья вновь встречаются, но поводом дому служит весьма нерадостное событие, а именно смерть одной из них. Даже не смерть, а убийство при весьма нестандартных обстоятельствах. Конечно начинается расследование и тень падает на ее друзей, но вот кто ее убил, почему и зачем, это и предстоит узнать из сериала. И что можно еще добавить про данное произведение. На первый взгляд может показаться, что это вольная интерпретация романа, но нет, так как сам роман присутствует в сериале. Не скажу как, но он там фигурирует. Вообще, когда я прочитал описание, подумал, хм, интересно. А когда посмотрел трейлер, подумал, что за унылое говно. Как оказалось, я был прав и не прав одновременно. Объясню. Когда сериал рассказывает о парфюмах, запахах, когда главные герои говорят об этом, то это интересно, по крайней мере мне, но когда действие переключается на отношения между друзьями, то начинается лютая скукота. Весь сериал выполнен в довольно неспешной манере, в нем порой отсутствует музыкальное оформление, долгие молчаливые планы, нет как таковой динамики, импульсивности и в целом это добавляет атмосферности сериалу. Но когда речь отходит от запахов, то можно просто взять и уснуть и не проспаться, пока все не закончится. Вообще, чем-то вот это все напомнило мне тьму, только тьма мне зашла. А парфюм, несмотря на свою первую насыщенную, напряженную серию, ну довольно напряженную по его меркам, в дальнейшем для меня сошел на нет. Вообще, если вам хочется чего-то драйвового и динамичного, то обходите этот сериал стороной, и если же вам хочется погрузиться в мир грязи и ароматов, то лучше пересмотрите фильм, он намного атмосферней. Ну а если же вы желаете глянуть немецкую криминальную драму с весьма нетривиальным сюжетом, то милости прошу в парфюм или аромат, кому как удобней. А с вами был Кин, всем большое спасибо за просмотр, и если этот обзор вам понравился или он был вам полезен, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВК и мой инстаграм. А я же вам желаю только интересных сюжетов, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok